На текущей неделе Минздрав Оренбургской области провел учение по организации помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Медики отрабатывали тактику сортировки, транспортировки и лечения пациентов, получивших травмы при ДТП. Подробности далее. 16-й километр трассы Оренбург-Бузулук. Здесь проходит первый этап учений, который проводят специалисты Министерства здравоохранения области. Задействованы бригады Центра медицины катастрофы и скорой помощи. Согласно легенде, произошла автодорожная авария. Перевернулась машина УАЗ. В ней находилось 10 человек, в том числе женщины и дети. Раздастся сигнал очевидца случайного, увидевшего эту аварию, на службу спасения 112. А там уже по алгоритму, мы надеемся, будут работать все остальные. Раздастся соответствующий звонок на уровень, на станцию скорой медицинской помощи. Сообщение пройдет автоматом в Центр медицины катастроф. Закрутится, завертится. Об этом узнают лечебные учреждения. Через 17 минут после звонка в службу спасения на место происшествия прибыли три реанимационные бригады из города. Медики оперативно оценили ситуацию и приступили к оказанию первой помощи. Остановки кровотечения, наложение шин, введение необходимых лекарств, в том числе с помощью капельниц. Всех пострадавших поместили в реанимобили, оснащенные необходимым оборудованием для поддержания функций жизненно важных органов во время транспортировки. Детей направили в травмоцентр второго уровня, развернутый на базе Оренбургской пятой городской больницы. Взрослых – в травмоцентр первого уровня, в областную клиническую больницу. Время доезда до медучреждений составило 20 минут. Во время следования врачи скорой помощи сообщили медикам больниц о происшествии и состоянии транспортируемых пациентов. Поступили тяжелые больные с контузией головного мозга, черепно-мозговой травмой. Значит, они были обследованы и также подняты в операционную для оказания помощи. Пострадавшие были доставлены в приемно-диагностическое отделение. Здесь в постоянной готовности дежурят бригады специалистов. Развернута противошоковая операционная. Среди поступивших было два пациента, которым требовалось срочное оперативное вмешательство. Поступил манекен, имитирующий больного с тяжелой сочетанной травмой. Травма брюшной полости с интерацией кишечника и плюс черепно-мозговая травма, инородное тело, металлический пруд находится в полости черепа. Прямо в операционной находится диагностическая техника, эндоскопические стойки, УЗИ-аппарат, рентгеновский комплекс С-Дуга. Это современное оборудование, это электронно-оптический преобразователь, который позволяет выполнить моментально рентгенографию любых сегментов. Современный ультразвуковой аппарат, который позволяет выполнить УЗИ также высококачественно и быстро. К основной оперирующей бригаде при необходимости подключаются узкие специалисты, нейрохирурги, офтальмологи, лор-врачи. В кабинете напротив установлен компьютерный томограф. В постоянном режиме работают, если надо, лаборанты здесь, вызывают врача. Пока еще штатное расписание не утверждено, но мы всегда ночью приезжаем и делаем исследования при различных травматических состояниях, экстренных состояниях, производить компьютерную томографию. Во время учений всем пострадавшим была оказана своевременная квалифицированная помощь. Медики достойно справились с поставленной задачей и новая техника не подвела. Согласно федеральной программе по совершенствованию медицинской помощи пострадавшим в ДТП в области действует 9 травмоцентров разного уровня на базе лечебных учреждений. Объем финансирования проекта составил 168,5 миллионов рублей из федерального бюджета и 67 миллионов рублей из областного. По данным статистики, в прошлом году в дорожных авариях погибло на 109 человек меньше, чем в 2009. Субтитры создавал DimaTorzok